МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из них – 6-я гимназия Архангельска. Сюда показать свои знания пришли 150 выпускников из 3-й гимназии, 1-й и 14-й школ областной столицы. Чувствую, испытываю я такие же, как и все, переживания. Это в первую очередь. Ну и второе. Надежды на очень хорошие результаты у меня есть, так же, как и у всех, естественно. И я надеюсь, что у меня очень все будет хорошо. Продолжительность экзамена – 3,5 часа. За честностью проведения ЕГЭ следят общественные наблюдатели. Списать практически нереально. Контроль жесткий достаточно. У нас сегодня режим видеонаблюдения в онлайн – это в 8 аудиториях, 2 аудитории – это в режиме оффлайн. Конечно, контроль жесткий. Организаторы все четко проинструктированы. С утра еще раз мы провели инструктаж. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 27 июня. Они ставят под угрозу санитарно-эпидемическое благополучие целых районов города. Заставляют тратить немалые средства из бюджета. Сами жалуются в соцсетях на бардак, но продолжают участвовать в организации стихийных свалок. Речь идет о тех жителях Архангельска, кто не гнушается выбрасывать прямо на городские улицы мусорные пакеты. Одно из таких мест на улице Смольный Буян в Ломоносовском округе сегодня основательно почистили. Это спуск у железнодорожного перехода на улицы Смольный Буян, но для некоторых жителей близлежащих домов эта территория из года в год заменяет мусорный контейнер. Бутылки, пакеты, строительные отходы и бытовой мусор. Все это незаметно накапливается под слоем снега в течение зимы, и только весной становятся понятны масштабы, созданные людьми помойки. И, к сожалению, для города этот случай не единственный. Подобные свалки еженедельно фиксируют во всех городских округах. Это, в первую очередь, наше воспитание. То есть у людей должно быть чувство самоответственности перед своим городом. Потому что этот город – это не город чиновников, это город нас, город наших жителей. И если мы хотим сделать в нашем городе чисто, мы должны этим заниматься все. Лень, нежелание пройти несколько лишних метров до контейнера, безразличие к экологии в своем городе – вот причины, по которым на улицах и во дворах регулярно растут свалки. Вывозят их специализированные организации, работы у них не становится меньше. В день мы делали по три рейса, и средняя масса одного рейса была до трех тонн. То есть в выходные мы могли вывезти 9 тонн в субботу и 9 тонн в воскресенье. Поэтому это огромный объем мусора, который в этом году вывозится. Алексей Алексеев вывозит мусор с городских улиц не первый летний сезон и заметил, что в сравнении с предыдущими годами в этом город все-таки становится чище. Видимо, благодаря активному вовлечению в процесс неравнодушных жителей и целых коллективов. На этом фоне особенно заметна безразличная потребительская позиция тех, кто создает такие вот стихийные свалки. Олеся Кокина, Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В поселке Вычегодский после потери кормильца семья, похоже, останется не только без дохода, но еще и без жилья. Причина отнюдь не в долгах или непогашенных кредитах главы семейства. Просто квартирой они пользовались на условиях социального найма и попали в законодательную яму. Алексей Чупраков удал службе на железной дороге более 40 лет. Его жена Нина – 32 года. Получить ведомственную квартиру в соц. найм на удобных условиях для пенсионера железнодорожника стало большой удачей. Более 13 лет семья исправно оплачивала коммунальные услуги, поставила пластиковые окна и счетчики. В конце прошлого года неожиданная смерть главного нанимателя жилья не только принесла горе в семью Чупраковых, но и привела к шокирующим последствиям. Железная дорога, открытое акционерное общество, все железные дороги. Все равно прислали уведомление мать о выселении после смерти отца. Тем не менее, в феврале Сливочегодское отделение дороги, пройдя навстречу матери и сыну, предложило им другую квартиру на третьем этаже. Из-за болезни ног переезжать в нее Нина Павловна отказалась. Ситуация оказалась безвыходной. Чупраковы написали письмо президенту. Оттуда его перенаправили в Ярославль, из Ярославля в Котловскую прокуратуру. Тяжба длилась несколько месяцев. 25 мая Котловский городской суд озвучил свое решение. Исковые требования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» к Чупраковой Нине Павловне, Чупракову Андрею Алексеевичу о выселении из жилого помещения удовлетворить. Согласно 686-й статье Гражданского кодекса, в случае смерти нанимателя договор продолжает действовать на тех же условиях. Заключается он от того, кто постоянно проживал с прежним нанимателем. Вот только к договору найма жилого оповещения, заключенному на срок до одного года, это правило не применяется. Краткосрочный найм, именно такой был у Чупраковых, не дают никаких гарантий. Сейчас им ей дали месяц на выселение, только идти им некуда. Все средства ушли на адвоката, да и суд обязал оплатить пошлину в размере 6 тысяч рублей. И все, что им остается, надеется на чудо. К другим темам. Вот уже 11 лет яркие представители национально-культурных объединений демонстрируют жителям Поморья свои обычаи и традиции. В рамках 9-го Северного межнационального форума в Архангельске проходят Дни азербайджанской культуры. Национальных особенностей Азербайджану не занимать. В Центре патриотического воспитания перед концертом гостей праздника угощали южными фруктами и лакомствами. И тут же погружали в атмосферу азербайджанской народной музыки. Нам, молодежи, очень важно, нашей азербайджанской, показать нашу культуру, показать наши традиции, потому что, во-первых, это способ нам их не забыть, а во-вторых, оповестить все жители нашей области о том, что такое Азербайджан, чем он живет, чем живет наша страна, чем богато славится, чем знаменита. В Архангельской области проживает свыше 10 тысяч азербайджанцев. Продавцы, студенты, бизнесмены, деятели науки, культуры и искусства. Они связали свою жизнь с северным краем и теперь стремятся привнести частичку национальных традиций в культурную жизнь нашего региона. Очень важно сохранять культуру и традиции каждого народа. Создавать условия для того, чтобы каждый человек, независимо от национальности, чувствовал себя комфортно и уютно в нашей стране. Архангельская область многонациональна. И все мы русские, азербайджанцы, украинцы, белорусы не просто мирно соседствуем, но дополняем друг друга. Это стало леет мотивом вечера. На одной сцене выступали профессиональные коллективы и артисты разных национальных культурных объединений региона. Там же были награждены дипломами победители и призеры конкурса рисунков «Люди разные, и это хорошо». В нем приняли участие более 200 школьников по морю. Анна Рязанова, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Сегодня в Архангельске стартовал региональный этап президентских состязаний. В этих соревнованиях принимают участие 7 школьных команд из разных районов области, 3 городских и 4 сельских. Программа ходит в спортивном многоборье. По 6 видов у мальчиков, у девочек. Это подтягивание у мальчиков, это перекладание, отжимание у девочек. По днём из положения сидят в туловище за 30 секунд. Дальше проводятся наклон вперёд на гибкость. Прыжки в длину с места у девочек, мальчиков. Бег 60 метров и кросс 1000 метров. Также проводится смешанная эстафета. Следом начнётся теоретическая и творческая. Команды должны будут ответить на вопросы, связанные со спортом, а затем представить музыкально-художественную композицию на тему «Истоки края моего». Победители в сентябре отправятся в Анапу на всероссийский финал президентских состязаний. О развитии событий расскажем в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь.